Лекция номер один курса «Новая история Казахстана». Первая лекция, тема первой лекции – введение в курс историографии и источники по новой истории Казахстана. План лекции. Первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, звучит так. Предмет новой истории Казахстана – периодизация источники. Второй вопрос, источники и историография новой истории Казахстана. Цель данной лекции – раскрыть цели и задачи курса, рассмотреть этапы периодизации истории Казахстана и провести историографический анализ новой истории Казахстана. Просмотрим первый вопрос. Это период новой истории Казахстана. С начала 20 века мы вступаем уже в период новейшей истории. Что является объектом изучения? Что мы изучаем в рамках курса новой истории Казахстана? То есть, что является объектом изучения? Мы изучаем социально-экономическое и политическое положение Казахстана в первой половине 18 века. Начало присоединения Казахстана к России. Это период 30-40-х годов 18 века. Мы изучаем политику Российской империи в Казахской степи. Это новую систему территориально-административного управления. Это новые реформы, которые были проведены, административные реформы во второй половине 19 века. Это начало переселенческого движения в Казахские степи русских и украинских переселенцев. Это аграрная реформа Столыпина. Далее мы изучаем усиление национально-освободительных движений в Казахской степи. Это восстания Срымадатова, Мохаммеда Утемисова и Исатая Тайманова. Это национально-освободительная война под предводительством Кенесара Касымова и другие восстания, которые происходили в это время на территории Казахстана. Следующий объект изучения – это просветительское движение в Казахстане. Речь пойдет о научном творчестве Чуханова-Лиханова, педагогическом просветительской деятельности Ибрайла Тенцарина, творчества Абая и так далее. И исторические события начала 20 века. Следующий вопрос, который мы рассмотрим – это реализация истории. Итак, прежде чем говорить о хронологических рамках новой истории Казахстана, мы рассмотрим общую периодизацию истории, в частности Казахстана. Периодизация истории, первый период называется доисторические. Хронологические рамки более 2 миллионов лет до 8 века до нашей эры. Это время, когда человек выделяется из животной среды и появляются первые письменные источники Казахстана. Первый период существования человечества называется доисторическим. Следующий период – древний или протоисторический период – это 8 век до нашей эры по 5 век нашей эры. Он начинается с достоверно известных кочевых племен Казахстана и появления первого государственных образований. Эти термины приняты нами для названия периода по следующим причинам. Протоисторию в мировой практике принято называть период, по которому имеются письменные свидетельства. Но основную часть этих свидетельств, источников мы называем археологическими. Древним этот период назван для большей привязанности к вселенной истории, потому что хронологически она совпадает с античным периодом Европы и длится с 8 века до нашей эры, по 5 век нашей эры. Сюда входит история кочевых племен Скифа-Сибирского периода, древний государств Усуни, Хунов, Гунов. Древний период в истории завершается упадком этих государств. Следующий период – средневековый. Первый этап его длится с 5 века по 13 век. Здесь появляются два политических центра – это Житсу и Сара-Акад. Первым сформировались такие государства, как Западно-Тюркская, Карлупская, Караханитская. Во втором – Кимекская и Кипчакская. Формирование культуры шло в двух направлениях. В Житсу к 13 веку складывается тюрко-мусульманская культура, а в Сарарке продолжает развиваться кочевая культура и кипчакский язык. Этот этап назван «Тюркско-Кипчакский». Второй период средневековой истории длится с 13 века по 15-й. Это время распада, расцвета и упадка Золотой Орды, государством, рожденной походами Чингисхана и Баду, и которое объединило кипчакские племена. В 15 веке распадается государство Улл-Кулуса, известное в литературе как Золотая Орда, и на его развалинах появляется три государства. Этническое ядро, которое составляют казаки, это Ногайское, Сибирское и, собственно, Казахское ханство. Период казахских ханств делится на два этапа. Первый – этап борьбы за объединение казахских земель, который продолжается до конца 16 века. Это время борьбы между государствами за политическую гегемонию ступень. Постепенно Казахское ханство объединяет казахские племена, и с упадком Ногайского и Сибирского государств этот этап завершается. Следующий этап – это этап единого казахского государства, который длится с начала 17 до начала 19 века, когда под воздействием внешнеполитических и внутренних причин появляются три самостоятельных ханства на базе казахских жузов. Следующий период мы отмечаем как период борьбы за национальную независимость, который делится тоже на два этапа. Первый этап характеризуется российским протекторатом над казахскими ханствами. Он начинается с обострения казахско-жунгарских конфликтов, начинается с колониальной экспансии России и Китая и завершается упадком государства Аблая после его смерти в конце 18 века. Второй этап борьбы за национальную независимость начинается с 1822 по 1868 год, называется этапом колониального завоевания Казахстана России. Здесь самым важным или особое место занимается национальная освободительная война под руководством Кемисары Касымова 1837-1847 годов. Следующий этап мы отмечаем как колониальный период истории Казахстана. Он тоже состоит из двух этапов, то есть можно его разделить на два этапа. Это этап российского царского колониализма, который заканчивается в февральской революции 18-го года. Затем происходит октябрьский переворот и начинается установление советской власти и начинается советский этап. Этот этап достаточно короткий, с 1917 до 1991 года. С 1991 года мы начинаем новый этап, этап периода независимого Казахстана, это распад СССР и роспуск коммунистической партии Советского Союза и начало нового этапа в истории Казахстана, когда Казахстан обретает независимость. Но советский этап мы делим еще на ряд подэтапов. Это Казахстан в годы гражданского противостояния с 1917 года по 1921 годы. Здесь же мы рассматриваем и этап гражданской войны. Это и те знаменитые политики военного коммунизма, начало новой экономической политики, гражданская война. Следующий этап. Казахстан в годы укрепления тоталитарной системы с 1921 года-1939 годы. Это и периоды массовой коллективизации, это раскулачивание, период малого октября Голощокина и, конечно же, это период репрессий. Казахстан в годы Второй мировой войны и послевоенное время с 1939 года до начала 1950-х годов. В этом периоде мы рассматриваем еще и Великую Отечественную войну в составе Второй мировой войны. Казахстан в 50-е, в первой половине 80-х годов. Это тоже очень богат важными историческими событиями. Это и освоение целиных и завяженных земель, которые непосредственно касаются Казахстана. Затем идет Казахстан в годы кризиса и распада СССР. Казахстан начинается с перестройки Михаила Горбачева, длится до 1991 года. Период независимого Казахстана, это 1991 год по современное время. Это этап, когда Казахстан становится политически независимым, светским, демократическим, унитарным государством, фиберальной, рыночной экономикой. Проводятся различные реформы, идет модернизация экономики и политической системы, появляется многопартизная система. Следующий вопрос. Источники и историография по новой истории Казахстана. Источниковая база по новой истории, конечно, это прежде всего письменные источники, то есть рукописный архивный материал. Немного перечислить, какие источники используем при изучении новой истории. Это некоторые из них в рамках данной лекции. Сборник материалов по истории завоевания Туркестанского края истинных в 1914 годах под редакцией Добросмыслова. Под его же редакцией вышел сборник указов и других документов, касающихся управления устройства Оренбургского края в 1900 год. Под редакцией Крафта выходит сборник узаконений о киргизах степных областей. Мы в качестве источника используем и периодическую печать с того времени. В этот же период выходят газеты на казахском языке. Это «Адалак», «Уалаэта», «Казак», «Айкап». Используем путевые заметки, дневники, журналы, репортажи, небольшие информации русских путешественников, дипломатов, офицеров, купцов, которые были опубликованы на страницах русской и зарубежной периодической печати. Следующий источник – это сборники документов. Мы вот приводим один из сборников казахско-русских отношений в XVIII-XIX веках, который был издан в советское время в 1964 году. Это и этнографические источники для изучения материальной, духовной культуры, музыкальной культуры Казахстана. Мы используем для материальной культуры предметы быта, народных ремесел, одежды, украшения. Фольклорные источники – это жирау, эпосы, творчество бухар-жирау, тхара, умбитей, шал, котеш и других. Следующий рассмотрим историографию истории нового времени. Первый опыт систематизации истории казахского народа с древнейших времен принадлежит Левшину. В 1832 году выходит его работа «Описание киргиз-казачьих» или «Киргиз-кайсадских орб и плен и степей». Эта работа является венцом всей историко-этнографической литературы своего времени. При изучении истории Казахстана мы можем воспользоваться и исследованиями Кириллова, Миллера, Ричкова, Фалька и известного этнографа, казахского этнографа-исследователя Чуханова-Лиханова. В 1925 году выходит работа Таншпаева «Материалы по истории киргиз-казахского народа». В 1935 году книга Санжара Асфендиарова «История Казахстана с древнейших времен». История Казахстана с древнейших времен до 70-х годов 19 века охватывает книга «Работа Вяткина. Очерки по истории Казахской ССР», которая была издана в 1941 году. В 1943 году вышло первое издание «Истории Казахской ССР с древнейших времен до наших дней», которое дает системные изложения истории республики. В его создании использовали видные советские ученые, академик Панкратова, Бахрушин, Дружинин. Большой вклад несли казахстанские ученые и общественные деятели, в частности, Умаров, Абдухалыков, Бекмаханов. Новое издание «Истории Казахской ССР» вышло в 1949 году, и она подверглась ожесточенной критике. И уже в третьем издании 1957 года присоединение Казахстана к Россию было оценено как важное прогрессивное историческое событие для казахского народа. В 1977-80-х годах Институт истории, археологии, этнографии, академии на Казахстанской ССР публикует фундаментальный труд «История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней». В 60-70-е годы появляются отдельные историографические монографии, диссертации, статьи. Наиболее значительной среди них является монография Масанова. Историко-этнографическому изучению казахского края 18-го и первой половины 19-го года посвящены труды Асаинова, Бешанова и Рафеевой. Проблема истории Казахстана проанализировала в монографии Дина Исабаевна Дулатова. Ее работа называется «Историография дореволюционного Казахстана» и выпущена в 1984 году. Неоценимый вклад в изучение сложных и актуальных проблем колониальной истории казахского народа внес Академик Узбайев. Таким образом, подводя итоги лекции, хотели бы в начале немножко подвести итоги. Итак, мы изучаем новую историю Казахстана, хронологические рамки которых охватываются с 18-го века до начала 20-го века. Источниковой базой новой истории Казахстана являются различные письменные источники. Это рукописный материал, архивные материалы, документальный материал. Далее мы используем вещественные источники, фольклорные, этнографические источники для изучения материальной культуры, духовной жизни казахского народа. И провели небольшой историографический обзор именно тех трудов, которые посвящены изучению истории Казахстана в новое время и охватывают период с 18-го до начала 20-го века. Далее мы предлагаем вам вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Раскройте содержание предмета истории Казахстана, определите этапы развития Казахстана в новое время. По каким источникам изучается история Казахстана в новое время, охарактеризуйте их. Проанализируйте труды ученых, внесших вклад в изучение истории Казахстана. И пятый и последний вопрос. Проанализируйте труды ученых, изданных в советское время и в годы независимости. Таким образом, подводя итоги нашей лекции, хотим еще раз подчеркнуть, что мы изучаем период новой истории Казахстана, который начинается с 18-го века и длится до начала 20-го века. Источниковая база при изучении истории нового времени, истории Казахстана нового времени, мы берем различные документальные, архивные материалы, письменные источники, вещественные источники, фольклорные источники для изучения материальной культуры, духовной жизни казахского народа. И провели небольшой историографический обзор основных работ, которые посвящены изучению Казахстана именно периода нового времени. Для закрепления темы мы вашему вниманию предлагаем несколько вопросов, на которые вы должны ответить. Первый вопрос. Раскройте содержание предмета истории Казахстана. Определите этапы развития Казахстана в новое время. Третий вопрос. По каким источникам изучается история Казахстана в новое время? Охарактеризуйте их. Четвертый вопрос. Проанализируйте труду ученых, внесших вклад в изучение истории Казахстана. Проанализируйте труды историков, ученых, изданных в советское время и в годы независимости. Продолжение следует... Продолжение следует... ают... Продолжение следует...